Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Диана Станкевич. Смотрите сейчас. Отдельная благодарность нашим людям. Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к народу и национальному собранию. За выступлением президента во дворце республики следили свыше двух с половиной тысяч человек. Это настоящий патриот, это настоящий президент. Как это было? В стране стартовало досрочное голосование. Каждый избиратель может воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Где и как работают участки в Бобруйске. Пьяный мужчина избил собственную мать. Легковушка сбила пешехода на нерегулируемом переходе. В Бобруйском районе обнаружили утопленника. В чем причина ЧП? И не облачко. Завтра, уверяют синоптики, погода будет лучше, чем вчера. Прогноз на середину недели. Система добровольных пенсионных накоплений, перемены, которые должны начинаться с Конституции, ставка на образование и предостеречь молодежь от принятия необдуманных решений. Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к народу и национальному собранию. За выступлением президента во Дворце Республики следили свыше 2,5 тысяч человек – телезрители, радиослушатели, пользователи глобальной паутины. Мария Бересневич тоже наблюдала. Еще в начале своего выступления Александр Лукашенко затронул темы дня. Президент отметил, COVID-19 унес сотни тысяч жизней по всей планете. Из-за вирусной пандемии на Землю вернулся глобальный экономический кризис. Рухнули цены на нефть. Мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов. Евросоюз отричал по швам. Мир погрузился в хаос торговых войн, политического и информационного противостояния. Пришло время сделать выводы после пандемии. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику. Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником. Кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор. Это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяло на партнерские. Напрасно. Но отношения стратегического партнерства мы будем строить и с Западом, и с Китаем, и с Америкой. Нашими соседями, а также странами дальней дуги. Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем. И если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам. Мы никому, ни на какие проблемы не ввязывались, не навязывались и навязываться не собираемся. Хотите помощи? Видите эту помощь от нас? Пожалуйста, мы поможем. Александр Лукашенко подчеркнул, в пандемию Беларусь повела себя абсолютно правильно. Минздрав работал как оперативный штаб. Главное, не закрылись предприятия. А наоборот, перепрофилировались под пошив масок, производство антисептиков, создание линейных препаратов. На отлично сработали медики и ученые. Удалось избежать высокой смертности, спасти пожилых. Глава государства убежден, в Беларуси нужно активнее проектировать и строить новые объекты здравоохранения и дальше развивать свое производство лекарств. На каждом этапе борьбы с этой бедой мы принимали адекватные меры. Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси. И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Но какое давление было в начале, шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете, уже сегодня меня на это я пойти не мог. Каждый день, объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого беларуса, дать понять. Остановимся, изолируем людей, погибнем как нация и потеряем государство. Так бы сегодня и было. Был выбран другой путь. Путь тяжелой очаговой борьбы с инфекцией. Мы сделали упор на превентивное выявление лиц с коронавирусом и их контактов путем лабораторного тестирования. Отдельная благодарность нашим людям. Не поддались массовой панике. Защитили пожилых граждан. Проявили огромную самоотверженность в помощь врачам. Бесплатные обеды, спонсорские пожертвования, волонтерство. Доказали человечность беларусов и единство общества перед лицом беды. Президент поручил правительству и Национальному банку направить все ресурсы и резервы в реальный сектор экономики. Глава государства отметил, цель – спасти страну, сохранить рабочие места и не потерять доходы. Александр Лукашенко подчеркнул, в ближайшие пять лет зарплата беларусов вырастет в два раза. Главная задача – рост благосостояния и доходов граждан. Об этом беларусский лидер говорил многотысячной аудитории. Это члены правительства, парламента, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, средства массовой информации. В числе присутствующих и делегации из Бобруйска. В каждом сказанном слове президента чувствовалась ответственность за поступки, за то, что происходит и за то, что будет происходить. Это настоящий патриот, это настоящий президент. Послание президента транслировалось на телевидении и радио. К онлайн-обращению подключились тысячи зрителей со всего мира. Политическая ситуация неравнодушны и бобруйчане. Вчера иду и дали брошюрку такую, про Тихановскую. Я ее смяло взяла. Я просто посмотрела, что мы с Лукашенко живем неплохо. Вот, все-таки и деньги вовремя, и дело не в деньгах. Просто, что жизнь неплохая. Сама Белоруссия красивая, города красивые. Поэтому я только за Лукашенко с мужем своим. Я многодетная мама и очень хорошая поддержка от государства. Мне кажется, при другом укладе я бы не смогла. Хотела бы сказать им большое спасибо, что благодаря ему у нас с мужем две квартиры. Детки получают очень хорошее образование. Дочка окончила музыкальную школу. Сейчас учится в гимназии, колледже искусств в Могилеве. Только, чтобы мир был и чистое небо. Чтобы мы спали спокойно. Молодежь, которая это не знает, что когда-то что-то такое было, сейчас лучшее. Что мы сейчас свободны. За следующую пятилетку завершится и модернизация села, отметил глава государства. И подчеркнул, неперспективных деревень в стране быть не должно. При этом белорусский лидер обратил внимание. Задача государства создать инфраструктуру. Исключил Александр Лукашенко и возможность передела собственности в Беларуси. Отдельно прозвучала тема выборов. Жел связны в телеграм-каналах и заявлений отдельных кандидатов. Президент призвал белорусов не допустить ошибки в критически важный для государства момент. И резюмировал. Независимость стоит дорого. Но она наша, она любимая. А любимую не отдают. Мария Бересневич, Анастасия Пахлёстова, Павел Зуев, Андрей Богдан. Бобруйск, 360. В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента. Для избирателей организовано почти 6 тысяч участков по всей стране. Еще 44 находятся за рубежом. В Бобруйске их 104. Досрочно исполнить свой гражданский долг сможет любой избиратель. Максим Кембель знает больше подробностей. 27-я средняя школа, участок номер 20. Председатель избирательной комиссии просит присутствующих убедиться. Урна пустая. После опечатывания. Теперь наблюдатели фиксируют. Все сделано по правилам, можно приступать к работе. На часах 10.00. При входе на избирательный участок каждый избиратель может воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Для них приготовлены маски в индивидуальной упаковке, перчатки и антисептики. Еще одно из нововведений кабинки без штор. Опять же, забота о здоровье людей. Чем меньше прикосновений к предметам, тем безопаснее. Места для голосования также ежедневно будут дезинфицировать. Не забыли на участке про людей с ограниченными возможностями. Для слабовидящих увеличительное стекло и трафарет. И галочку можно ставить без проблем. Поводы прийти заранее у всех разные. Одни лето проводят на даче, другие не хотят толпиться. Но все сходятся во мнении. Участие в выборах необходимо. Хотим жить мирно, ходить, чтобы не бояться ничего, как у других стран. Чтобы дети наши жили нормально, чтобы пенсии нам достойные давали. Это все делается для народа, для нашего удовольствия. Что-то они хотят делать хорошее, все такое, чтобы нам жилось хорошо. А тем более мы старые люди, мы этим очень довольны. Все-таки мой голос где-то услышат. И то, что мы хотим, то и будет. Для страны, для народа, для детей и внуков. Отдать голос заранее можно до 7 вечера. Перерыв с 2 до 4. Досрочное голосование продлится до 8 августа. Даже если вы находитесь не по месту регистрации, главное иметь при себе документ. Например, договор арендной жилья. В основной день выборов 9 августа можно будет проголосовать за кандидатов в президенты с 8 утра до 8 вечера. Максим Кембель, Максим Галенка, Бобруйск, 360. В стране выздоровели и уже вернулись из больниц выше 63 тысяч пациентов, которые перенесли коронавирус. Положительный результат на COVID-19 зарегистрирован у 68 тысяч 250 человек. Лаборатории обработали без малого 1 миллион 326 тысяч тестов. Белорусская политика во время борьбы с коронавирусом оказалась взвешенной и разумной. Это отметили в Торгово-промышленной палате. Ее глава подчеркнул, страна не останавливала производство и потому оказалась в выигрышном положении по сравнению с государствами, которым сейчас приходится начинать практически с нуля. Он также отметил, впереди сложная работа. Предстоит приложить много усилий для восстановления контактов с зарубежными партнерами. Белавиа с 5 августа возобновит регулярные полеты в Вильнюс. Рейсы будут выполняться по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 35 минут. При этом въезд в страну-соседку по-прежнему разрешен только гражданам самой Литвы, Евросоюза, а также пассажирам, имеющим вид на жительство в Литве. Одна из частных лабораторий начала тестирование на антитела COVID-19. Кровь берут из вены. Анализ сдается натощак или минимум через 4 часа после еды. Используются тесты белорусского производства. Перед сдачей человек заполняет анкету. Согласие на предоставление его данных при получении положительного результата в поликлинику по месту жительства. Напомним, платный тест на антитела COVID-19 в Бобруйске можно сдать и в первой городской поликлинике методом ПЦР-диагностики. Пьяный горожанин избил собственную мать. По версии правоохранителей мужчина выпивал. После решил пообщаться. У женщины на руках удостоверение инвалида. Диалог перерос в словесную перепалку. Дебошир не ограничился бранью и пустился в представительницы слабого пола в рукопашную. В милиции выяснили, задержанный нигде не работает. За его плечами несколько административных правонарушений. Стражи порядка возбудили уголовное дело. Легковушка сбила пешехода на нерегулируемом переходе. Гольф выехал с Красноармейской на Октябрьскую. Бобруйчанин пересекал проезжую часть по зебре недалеко от местного рынка. Водитель его не пропустил. Пешеход угодил под колеса. Мужчина получил травмы, но от госпитализации отказался. По факту ДТП проводится проверка. В Бобруйском районе обнаружили утопленника. Трагедия произошла на реке у деревни Горбацевичи. 44-летний мужчина прыгнул в воду с небольшого самодельного моста. Предположительно ударился о дно. Позже стало известно, что погибший был пьян. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Самолеты на дороге, бракованная школьная обувь и запуск БелАЭС. Начало операции планируется в ближайшие дни. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Сформировали и опробовали опросную сеть, подобрали и обучили почти тысячу интервьюеров. Молодежная лаборатория социсследований готова к работе в день выборов. Опросы проведут на более чем 300 участков. Участники будут в специальной форме, масках и перчатках. Для контроля за соответствием экзит-пулу международным стандартом привлечены зарубежные научные консультанты. С 4 по 7 августа проводится первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО. Бойцы отработают посадку самолетов на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск-Брест. После посадки самолеты вылетят на полигон Ружан и нанесут авиаудар по наземным целям. Посадка лайнеров на трассу запланирована на 5 августа. В Беларусь ограничивает ввоз курицы из австралийского штата Виктория из-за птичьего гриппа. Под запрет попадают также яйца, яичный порошок, меланж, пух и перо. Птичий грипп – болезнь, которая вызывает отеки, поражает органы дыхания и пищеварения. В магазинах Гродненской области выявили небезопасные школьные туфли китайского производства. Изделия не соответствуют требованиям техрегламента Таможенного союза. Подкладка выполнена из искусственной кожи, что недопустимо для закрытой обуви. Высота каблука на 9 мм выше нормы. Предписание Госкомитета по стандартизации отменило действие сертификата, соответственно, этот товар. Начало операции по физическому пуску первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в ближайшие дни. Он начнется с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. Физпуск – это один из ключевых этапов проекта по вводу энергоблока в эксплуатацию. Главная его задача – подтвердить надежность и безопасность работы на проектных параметрах. Моя Беларусь. В субботу вечером у Ледового пройдет большой концерт. На Бобруйской сцене выступят Тина Карль, Павло Зебров, солистка Большого театра Беларуси Анастасия Москвина, Виталий Гордей. Также пригласили ансамбль народной музыки «Свята», группу «Песня Рейджа», «Равница», «Лесопетный батальон», «Топли», «Солнечная сторона», «Скайнет» и другие творческие коллективы города. Позывные праздника прозвучат в 18.00. За два часа до старта музыкальной программы заработают торговые ряды и детские аттракционы. Будут организованы дополнительные рейсы автобусов. Финал намечен на 11 вечера. В это время небо над городом украсит фейерверк. Не облачко. В Бобруйске сегодня было ясно. В течение дня влажность не превышала 65%. Южный ветер разгонялся максимум до 5,5 метров в секунду. Воздух прогрелся до плюс 28. Надолго ли тренд? Анастасия Пахлёстова. Завтра прохлада не предвидится. Днем воздух по стране в среднем прогреется до плюс 32. Синоптики продлили оранжевый уровень опасности. Местами пройдут небольшие дожди. В некоторых районах прогремят грозы. Ночью и утром возможен слабый туман. По прогнозам метеорологов, из-за тепла земля достаточно насытится влагой. Это ускорит рост корнеплодов, овощей и кукурузы. Ураган Исайес обрушился на восточное побережье США. Скорость ветра достигает 33 метров в секунду. В Нью-Йорке объявили штормовое предупреждение. Есть опасность возникновения торнадо. На Манхэттене возводят укрепления из мешков с песком. Режим чрезвычайной ситуации из-за стихии вели во Флориде. Там закрыли пляжи и парки. В прибрежных районах Южной Каролины есть риск наводнений. 13 человек стали жертвами паводков в Южной Корее. Еще столько же пропали без вести. Стихия повредила свыше 600 жилых домов. Разрушила дороги. Под водой остаются сельхозугодья. Более тысячи человек покинули свои дома. Еще в воскресенье власти страны объявили самый высокий уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. По Бельгии прокатился торнадо. Очевидцы поделились кадрами, на которых стихия направляется к берегу в провинции Западная Фландрия. Небольшие смерчи обычно случаются на северо-западе Европы весной и летом, во время штормов и гроз. По-настоящему опасные бывают крайне редко. Завтра в Бобруйске будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Днем воздух разогреется до 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет 20 выше нуля. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все из событий. К этой минуте следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Продолжение следует...